О главных событиях уходящей недели в материалах моих коллег-корреспондентов Янаульского телевидения. Меня зовут Алсу Щепотева и сегодня мы подводим итоги. Здравствуйте! В Янауле стартовал проект «Спортивный город» – силовые упражнения, проработка мышц и заряд бодрости. Все это ожидает любителей спорта. Каждый вторник и четверг любой желающий может стать участником занятий с профессиональным тренером. Из необходимого только гимнастический коврик, спортивная одежда и желание меняться к лучшему. В остальном поможет наставник. Организаторами проекта выступил отдел социальной, молодежной политики и спорта Янаульского района. На одной из тренировок побывала и наша съемочная группа. Тренировки проходят дважды в неделю в спортивном зале Дворца молодежи. Ведет занятия тренер Ильдар Юсупов. Они традиционно начинаются с разминки. Упражнения рассчитаны таким образом, чтобы задействовать все мышцы. Это и силовые, и кардионагрузки. Никаких ограничений по возрасту, полу, уровню подготовки для желающих прийти на тренировки нет. По словам Ильдара, главная цель проекта – сделать спорт доступным для всех, чтобы как можно больше иноуцев могли вести активный и здоровый образ жизни. Идея возникла с того, что супруга увидела такие же, ну, подобные проекты спортивные в других больших городах и подошла ко мне с предложением запустить такой же проект у нас в городе. Я это принял очень воодушевленно, и мы начали уже думать о том, как его здесь запустить, что нам нужно, куда пойдем, где будем заниматься, что будем делать. С этого все и началось. Потом я обратился уже к своему директору, к Альбине Ильдаровне, потом мы подошли к Иргине Рассилевне, уже получили зал и уже начали готовиться, собирать людей, создали группу ВКонтакте. Супруга полностью все оформила, ведет, начали объявления везде размещать о том, что мы набираем людей на тренировки. То есть у нас уже почти месяц, чуть больше месяца уже занимаемся. Поначалу людей было мало, пришло всего, в первую тренировку пришло 4 человека, а на последнюю было уже 19 человек. Мы запустили такой проект именно бесплатный, чтобы каждый мог прийти позаниматься, задать свои вопросы. Я ему полностью могу все рассказать, объяснить, научить, что-то новое ему привнести в жизнь. Когда люди к нам приходят, я первые вопросы задаю, если какие-то травмы, операции были, чтобы узнать, мобильный ли человек, можно ли ему какие-то упражнения делать, какие-то нет. Занимался ли он где-то, чтобы уже выяснить его подготовку. И с этого мы уже начинаем. Если что-то ему запрещено, я просто некоторые упражнения меняю для него лично. У нас больше функциональный тренинг – это тренировки с собственным весом, то есть на выносливость, на укрепление всего тела, немножко силовыми элементами. У нас в последнее время тенденция складывается к тому, что слабый позвоночник у людей, пояснично-крестцовый отдел. Именно на эти части тела я тоже делаю акцент, чтобы люди не травмировались в будущем. Многие работают, а я работаю тоже допоздна, поэтому мы можем только после 9 вечера собираться. В дальнейшем у нас есть план также привлечь еще кого-нибудь на наши тренировки, и уже в разное время, чтобы проходили. И с утра, в обед, вечером. Это в планах. У супруги очень много планов. Они очень грандиозные, очень классные. В будущем ждите. К лету там очень клево будет. Ираида Султан Ахметова на тренировки ходит с первых дней занятий. Признается, что всегда старается вести активный образ жизни. Спортивные занятия ей пришлись по душе. О проекте «Спортивный город Янаул» я узнала от знакомых, и была приятно удивлена, что этот проект совершенно бесплатный. И я считаю, что в наше время, в период коронавирусной инфекции, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни – это очень актуальная тема. И, конечно же, тренироваться можно в домашних условиях, но когда тренируешься с профессиональным тренером, это совершенно другой уровень и совершенно другой результат. И наш тренер Ильдар Юсупов, я считаю, что он профессионал своего дела. Он знает, как относиться к каждому участнику тренировки, находит индивидуальный подход, находит общий язык по спортивному направлению. И у нас всегда, когда тренировки позитивные, позитивная дружеская атмосфера. Я сама лично стараюсь вести активный образ жизни, здоровый образ жизни, участвую в тренировках, стараюсь не пропускать эти тренировки. Ну, ощущения у меня с каждым разом все лучше и лучше, и упражнения с каждым разом все лучше и легче даются. Регулярные тренировки уже приносят первые результаты. Участники проекта отмечают, что заметно улучшилось общее состояние здоровья. Появилось желание стать более подтянутыми и выносливыми, а вместе с людьми со схожими интересами сделать это гораздо проще. С удовольствием занимаются разработкой и проведением занятий тренеры. Планы у супругов Ильдара и Ленара Юсуповых большие. Они мечтают, что со временем участников станет еще больше, а проект будет существовать долгие годы. Каждый вторник и четверг в 9 часов вечера они ждут всех любителей спорта. Бульнара Сиддикова, Нилсафин, служба новостей Янаульского телевидения. В минувший вторник, 10 ноября, свой профессиональный праздник отметили люди в погонах. Они отвечают за нашу безопасность, спокойную и мирную жизнь. Для каждого сотрудника главным правилом остается защита закона и охрана покоя и безопасность граждан. Среди тех, кто отдал большую часть жизни в службе в органах внутренних дел, подполковник в отставке Динар Гумеров. Четыре года назад Динар Гумеров вышел на пенсию. Позади почти 30 лет ответственной службы. Как признается мужчина, поначалу служить в полиции не планировал. По образованию Динар учитель математики. После института три года преподавал в бирской школе. Однако однажды он решил кардинально изменить свою жизнь и устроился в милицию. Был инспектором по делам несовершеннолетних и участковым. В 1995 году он вернулся в Янаул. Начал работать участковым Ямодинского и Месюгутовского сельских советов. Я до 2011 года работал старшим участковым. В 2011 году мы переаттестовывались и переходили в полицию. Переаттестацию прошли. И после этого я уже начальником был. Хизяпов Решат Наруханович. До него еще я успел поработать четырьмя. А пять начальников сменил. То есть Нурислав Аль-Ширгеевич, Мусин Ремиколемович. Потом Хизяпов Решат Наруханович, Шляхов Олег Владимирович и Фатахов Руслан Аль-Ширгеевич. С ними полностью пять начальников у меня получилось. Если взять Бирский, шесть. Ну вот так и получилось, что Решат Наруханович, он предложил должность замначальника отдела участковых. Я туда перевелся. То есть я уже не здесь работал, а ездил каждый день на У. То есть утром уезжал, вечером приезжал. То есть рано утром уже полвосьмого я выезжал, потому что оперативка была в восемь часов. И приезжал где-то, ну, девять-десять. То есть уже, ну, кроме дежурства, еще дежурства попадались. Поработал я вот как раз пять лет еще. Должность замначальника отдела участковых и полномоченных полиции. После этого вот эту должность как бы у нас сократили. И ввели новую должность старшего инспектора по надзору. То есть по административному надзору. Это должность, значит, за теми людьми, которые освобождаются из мест лишения свободы. То есть за осужденные лица, которые осуждены за тяжкие преступления. То есть это убийцы, насильники. По тем тяжким статьям, которые освобождались, за ними надо было делать надзор. То есть в течение какого-то времени, до погашения судимости, они подпадали под надзор. И вот получается я, так, в 2014 году, там, в конце 2014 года, эту должность, значит, замначальника отдела сократили. И перевели меня старшим инспектором по надзору. После этого уже вот до 16-го года, до 28-го апреля, я поработал в должности, ну, до этой должности. Поработал 29-го апреля 16-го года, я уже официально, так как у меня был предельный возраст, 50 лет. И я уже сам тоже конкретно уже сказал, что все, я ухожу. За время службы, конечно, вот что-нибудь такое, вот в семье ты не бываешь. Вот что интересно, я говорю, дом ты не видишь. То есть всегда на работе. Это вот утром уходишь, вечером приходишь, там дежурство, там происшествия, там еще что-то. Ну, вот такие вот вопросы. С людьми работать, конечно, общий язык можно найти. Было бы желание. То есть вот что интересно, надо быть хорошим психологом. То есть поэтому я говорю, вот не зря, наверное, у меня образование педагогическое. Мы там все-таки психологию человека, да вот это вот все равно помогало, наверное. Потому что с людьми тоже вот общаться, разговаривать, вникать в суть вот дела. То есть не сразу там пришел, да, ах, ты преступник, ты давай, все. Так тоже не получается. Это надо, как говорится, человека обвинить, надо веские доказательства иметь. То есть без причин ничего не сделаешь человеку. Ну, вот я же говорю, вот в последние годы я когда судимым работал, ну, они тоже приходят разные судимые, там, и руки веером, там, я, не я, там, такой, этот, крутые, я отсидел там столько лет. Ну, я говорю, что, что, я говорю, ну, вот сидел ты, ну, что, говорю, и что из этого? Я говорю, и ты этим, говорю, гордишься, вот, ну, то есть вот так вот общий язык с людьми находил. Ну, вот сейчас вот тоже вот вроде я, я говорю, у меня работа была такая, что кто-то, может, зло удержал, кто-то что-то. Ну, я с людьми вроде выхожу, вот, то есть от насельчане нормально относятся, как говорят, сообщаюсь, ничего, никто. Ну, вспоминает там некоторые моменты интересные там, иногда вспоминает, вот, и там, ну, это меня, говорит, наказывало, я говорю, ну, слушай, извини, говорю, работа такая. Ну, дети у меня уже пошли, старший сын у меня в Казани, второй сын тоже в Казани, они работают. Вот, дочь старшая, ну, как, третья дочь, получается, у меня дочь, она старшая, она тоже работает уже, у нее двое детей, у сыновей тоже по дочке, дочки у меня, все внучки. То есть четыре внучки имеются, у дочки вот двое детей, которые у нас живут, одна в школу здесь ходит, одна в садик, и еще одна дочь, она тоже работает, тоже в Казани. То есть все, как говорится, трое детей в Казани, одна в садикамске, и вот сын в одиннадцатом классе, он пока еще дома. Главное, чтобы было здоровье, семья, то есть у семьи все было хорошо, чтобы дети не болели, чтобы внучки хорошо, тоже, ну, чтобы и долго жить. Сейчас Динар старается больше времени уделять своей семье. Супругой они вместе уже 30 лет, вырастили пятерых детей. Сидеть сложа руки Динар не привык. В частном доме дела находятся круглый год. Это и заготовка дров, и подготовка ульев к зимовке, и прочие домашние хлопоты. Последнее время мужчина увлекся техникой, приобрел мини-трактор и самостоятельно смастерил к нему прицеп. Самодельная конструкция успешно показала себя в деле. Владелец планирует внести дополнительные изменения в механизм. Несмотря на то, что служба осталась позади, Динар по-прежнему активный гражданин. Старается участвовать в общественных мероприятиях, помогает по возможности односельчанам. С гордостью и ностальгией подполковник вспоминает о службе. Признается, что ни разу не пожалел о своем выборе. Профессия пусть и непростая, но такая важная и нужная людям. История милиции Янаульского района началась в мае 1930 года. Первыми работниками органов внутренних дел были жители окрестных деревень. Они объединялись в небольшие группы. Основной обязанностью была охрана задержанных осужденных. Поначалу сотрудников насчитывалось всего 8 человек на весь район. Этот год стал для Янаульского отдела МВД юбилейным. Ему исполнилось ровно 90 лет. С каким настроениями и хлопотами полицейские встретили свой профессиональный праздник, смотрите прямо сейчас. Два раза в сутки сотрудники полиции, заступающие на смену, встречаются здесь, в комнате хранения оружия. Сами полицейские привыкли называть ее оружейкой. Каждому полагается получить 16 боевых патронов. Столько же они сдадут ровно через 12 часов работы, если все пройдет спокойно. За 15 минут до начала смены традиционно проходит инструктаж. Сотрудники получают необходимые вводные, ориентировки по розыску преступников, информацию о проводимых операциях в районе. Ежедневно полицейские отрабатывают и практические навыки самообороны и обезоруживания преступника. Так проходят будни и праздники сотрудников отдела внутренних дел. За спокойствие и порядок на дорогах отвечает дорожно-патрульная служба. В дождь, в снег, в 40-градусную стужу или жару они всегда на боевом посту. Сегодня местом дислокации стал перекресток с круговым движением в сторону Уфимской трассы. В экипаже работают двое – Эльвир Газизов и Эльгизар Манапов. Последнего можно с уверенностью назвать одними из самых опытных сотрудников. Службу в органах начинал без малого 18 лет назад. Поначалу служил участковым уполномоченным, а 13 лет назад вооружился полосатым жезлом. Вот и сегодня, в свой день рождения, Эльгизар по привычке проверяет документы автолюбителей и желает доброго пути. В любую погоду несем службу. Соответственно, одеваемся потеплее. Понимаю, конечно, что тяжело, трудно, но кто-то же должен работать в этой сфере. И к холоду привыкаешь, и к жаркой погоде привыкаешь. Не мы одни такие, которые несут службу в тех или иных условиях. Насчет дня рождения, а в службе же нет такого, чтобы в день рождения давали выходной. Служба есть служба, работаем, несём службу. За 13 лет изменилось очень многое, потому что люди, в первую очередь, сказываются на том, что штрафы повысились. И те же самые водители, которые ранее нарушали, они уже понимают, уже под создание, мне кажется, думают, что уже эти штрафы в любом случае оплачивать надо. С каждым годом и водители состояния алкогольного опьянения всё меньше и меньше. И дорожно-транспортных происшествий по статистике тоже меньше показывают. То есть это говорится о том, что мы не просто так работаем, а вносим какой-то вклад в данный процесс дорожного движения и безопасности дорожного движения на нашем районе. Конечно, не всё в жизни сотрудников полиции проходит гладко. Несмотря на то, что главной задачей остаётся профилактика правонарушений, не все граждане хотят следовать букве закона. Приходится оформлять протоколы и заводить дела, признаются сотрудники. За спокойствие жителей всего района отвечают участковые и уполномоченные полиции. Всего в Янаульском районе 13 участков. На учёте состоит больше тысячи жителей. В прошлом году руководить отделом стал Ильнар Шарыгин. За его плечами вот уже 12 лет от личной службы. Свою карьеру молодой и энергичный мужчина начинал с участковых. Позже работал в уголовном розыске. Был начальником изолятора временного содержания. Признаётся, в милицию пришёл не только по зову сердца, но и по стопам отца. Теперь гордиться Ильнару могут не только родители и супруга, а ещё и дети. На днях ему было присвоено новое звание майор полиции. Потому что и в семье папа майор, папа не капитан. То есть в первый же день супруга уже всем родственникам наш папа майор отправила всем сообщение. Трое девочек растут. То есть они довольны были. Но я сам, да, доволен, ждал, то есть дослужился. Я думаю, достойно получил это звание. Я тоже сам не сижу в кабинете, то есть выезжаю, либо в составе группы, либо со своими участковыми. То есть в этом году было три задержания по незаконному оборудованию наркотиков. Каждый участковый, то есть сотрудник полиции, у нас свой же адвокат, свой же юридист, свой же психолог, то есть он всё в одном лице, то есть сотрудника полиции, так же, как и участковым. Конфликтов много бывает. Кому-то просто посидеть, поговорить охотно с участковым. Есть у нас такие тоже. Звонят, направьте участкового. Кто-то приезжает, зачем позвали, хотела пообщаться. Просто, то есть бывают такие случаи, что бескриминальные сообщения бывают. Стать полицейским и служить родине мечтают многие мальчишки, и это понятно. Профессия – это не только достойно подражания, но и уважения. Кроме отваги и смелости, каждый сотрудник должен обладать терпением, рассудительностью, ответственностью. Настоящая жизнь сотрудника отдела внутренних дел далека от круто закрученных сериальных сюжетов. Это непростая, ежедневная работа на благо обычных людей, живущих по соседству. С начала ноября на территории плавательного бассейна «Дулкин» началось обустройство спортивной площадки комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках реализации проекта регионального проекта «Спорт. Норма жизни». Площадка включает в себя 27 различных уличных тренажеров и спортивного оборудования. Она предназначена как для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО, так и для общей физической подготовки всех желающих. Тренажеры были переданы нашему району, Министерством молодежной политики и спорта, можно сказать, в числе первых по итогам работы в области продвижения ГТО. Яновльский район по итогам трех кварталов 2020 года среди 63 городов и районов нашей республики занял третье место в рейтинговой таблице ГТО. И на данный момент проходит у нас сборка оборудования. Площадка ГТО состоит из различных уличных тренажеров и спортивного оборудования, предназначенного именно для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. Это турник-перекладина с регулируемой высотой, гимнастические скамьи, стенка для лазания с зацепами, силовые тренажеры для различных групп мышц, шведская стенка. Всего 27 наименований. Общая стоимость данного комплекса составила более 2,5 миллионов рублей. В Инаульском районе почти 9 тысяч человек зарегистрированы во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе готов к труду и обороне. И вот с января по октябрь около 2 тысяч человек приступили к выполнению нормативов ГТО. И вот в это непростое время очень важно заниматься спортом, следить за своим здоровьем. И выполнение норм ГТО отлично справляется с этой задачей. Новая спортивная площадка будет способствовать этому, способствовать привлечению жителей к здоровому образу жизни, повышению качества спортивной подготовки, вовлечению подрастающего поколения к занятиям физической культуры и спорта. И, конечно же, данный комплекс будет доступен для всех жителей района. Надо отметить, что специалисты нашего муниципального центра тестирования ГТО находятся в постоянном поиске новых методов работы, повышают свою квалификацию. И вот буквально на прошлой неделе, 6 ноября, в спортивном комплексе «Динамо» в Уфе наш методист Эльвира Сафина получила диплом по программе «Организация спортивно-массовой работы специалистов центра тестирования ГТО». Хотелось бы поблагодарить всех участников за развитие движения ГТО и отдельная благодарность образовательным учреждениям Минаульского района, сельским поселениям, организациям, которые, несмотря ни на что, приступили к выполнению нормативов. Ведь только общими усилиями мы достигаем успехов. С начала ноября в нашем районе возобновил свою работу волонтерский штаб «Наша забота». Его главная задача – оказание адресной помощи нуждающимся. Штаб расположен во Дворце молодежи. Рабочий день начинается с оперативного совещания. Здесь волонтерам рассказали об основных правилах техники безопасности и обсудили, на какие заявки необходимо выехать сегодня. 11 ноября они приняли участие в акции с заботой о врачах. Продуктовые наборы для персонала и пациентов ковид-госпиталей подготовило региональное отделение партии «Единая Россия». В нашей республике акция стартовала в конце октября. За это время 29 госпиталей получили 3500 продуктовых чайных наборов. Каждый набор рассчитан на 10 человек. В нашем районе нет ковид-госпиталя, поэтому продуктовые комплекты к чаю были вручены сотрудникам Нинаульского психоневрологического интерната. В рамках акции «Заботы о врачах» партии «Единая Россия» чайные наборы сегодня были доставлены для сотрудников психоневрологического интерната нашего района. Продукты передали добровольцы местного волонтерского штаба «Наша забота». Сотрудники данного учреждения получили 6 коробок со сладостями к чаю. Из распространения коронавирусной инфекции с апреля этого года сотрудники ПНИ переведены на усиленный режим карантина. И эта мера была принята прежде всего из-за получателей услуг, которые находятся в группе риска. Безусловно, жить и работать в условиях ограниченного пространства очень непросто, как физически, так и эмоционально. И надеемся, что сладкие подарки, которые сегодня были переданы коллективу, хоть немного скрасят будни сотрудников. Мы хотим еще раз поблагодарить наших медицинских работников, сотрудников ПНИ за их благородный труд и отважную работу. И хотим сказать, что волонтерский центр «Наша забота», наш местный центр снова возобновил свою активную деятельность по оказанию адресной помощи нуждающимся и будет продолжать ее до тех пор, пока она будет необходима. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране – более 1 миллиона 800 тысяч жителей. В Башкортостане их число без малого – 12 тысяч человек. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчачак Нурулина. По состоянию на 12 ноября в Янаульском районе зарегистрировано 1151 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Из них 4 пациента получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамска. В республиканских учреждениях продолжают лечиться 2 человека. Кроме этого, 101 пациент находится на амбулаторном лечении с легким течением COVID. Выписано с выздоровлением 1018 пациентов, что составляет 88% от выявленных больных в районе. Итого, на данный момент в районе 107 человек получают медицинскую помощь с диагнозом COVID. На карантине находится 97 контактных лиц. Все подразделения Янаульской ЦРБ продолжают работать в режиме повышенная готовность. Ежедневно в день проводится до 200 заборов мазков на COVID. По предписаниям территориального отдела распотребнадзора еженедельно обследуются контактные сотрудники нескольких организаций Янаульского района. В 2020 году в связи с COVID-пандемией наблюдается рост заболеваемости вне больничной пневмонии. За 10 месяцев в Янаульском районе зарегистрировано 1210 случаев заболевания. И из них 974 случая – это вирусные пневмонии. В предыдущем году раньше регистрировалось не более 200 случаев вне больничной пневмонии в год. Также хотелось бы, пользуясь случаем, пригласить население нашего района на вакцинацию против гриппа. На сегодняшний день в районе Привита 16 420 человек против гриппа. Планируется на конец года завершить более 200 вакцинаций людей против гриппа. Также в текущем году планируется привить лиц старше 60 лет против пневмококковой вакцины. Сейчас вот как раз поступила на этой неделе вакцина против пневмококковой вакцины. И мы приглашаем лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями легких и сахарным диабетом на прием к участковому терапевту для назначения вакцинации пневмококковой вакцины. Еще раз рекомендуем населению соблюдать меры профилактики гриппа, респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции. Носить маски, соблюдать дистанцию. Будьте здоровы! 11 ноября сотрудники пожарно-спасательной части номер 109 провели санитарную обработку здания железнодорожного вокзала и прилегающей территории. Спасатели в защитных костюмах обработали два этажа здания, залы ожидания, комнаты отдыха, выходы на перрон и поручни лестниц специальным раствором, безопасным для людей и животных. Дезинфекция прошла с помощью специального оборудования. На время обработки пассажиров попросили покинуть помещение. Спустя полчаса после обработки здания, жизнь на вокзале вернулась в обычное русло. Как отмечает руководство, подобные санитарные дни проходят на вокзале ежемесячно. Кроме того, каждые два часа здесь проходит влажная обработка специальными средствами всех поверхностей, дверных ручек, сидений, поручни лестниц. Дежурное подразделение пожарной части сегодня оказалось на объекте в железнодорожном вокзале станции Янаул. Мы прибыли сюда по указанию Главного управления МЧС России по республике Башкатистан для проведения дезинфекции объекта с массовым пребыванием людей. Обстановка с коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной и в стране, и в республике, и в нашем районе. Поэтому мы здесь для того, чтобы уменьшить влияние коронавирусной инфекции в нашу жизнь. Второй месяц в нашем районе, как и по всей республике, в трудовых коллективах работают антиковидные инспекторы. Каждая организация выбрала их из числа своих сотрудников. После прохождения онлайн-обучения они приступили к своим обязанностям. В комплекс профилактических мер в обязательном порядке входит пропускной режим, бесконтактный контроль температуры тела у всех посетителей и сотрудников организации. Наличие дезинфицирующих средств для обработки рук. В помещениях установлен режим уборки и обработки всех поверхностей. Медицинские инспекторы контролируют соблюдение сотрудниками всех санитарных норм. Я работаю медицинским инспектором в организации оператора питания «Школьник». Изначально измеряю температуру каждого работника, вношу все данные в журнал «Запись ТН-здоровья». Слежу за наличием дезинфицирующих средств, перчаток, масок. Считаю, что моя работа важна. Я помогаю следить за состоянием здоровья каждого работника. От самовара до самодельного топора. В преддверии дня сотрудника внутренних дел наша съемочная группа побывала в музее отдела МВД России по Инаульскому району. Он расположился в участковом пункте полиции номер один на улице Азина. В небольшом, но уютном зале собрали более сотни экспонатов разных лет. Это и предметы обмундирования и снаряжения сотрудников Органа внутренних дел России разных лет. Огнестрельное и холодное оружие, в том числе изъятое у преступников. Образцы специальной техники, фотографии, документы и личные вещи. Боевые знамена. На стендах представлены фотографии самых значимых событий. До начала пандемии здесь регулярно бывали маленькие посетители. Музей отдела МВД России по Инаульскому району появился в начале 2000-х годов. Существует уже около 20 лет. В данном музее представлены различные экспонаты. Это все экспонаты, которые были когда-то в обиходе сотрудников Органов внутренних дел. То есть те же самые пишущие машинки, калькуляторы, машинки для сдачи ПДД. Потом различные у нас даже гранатометы здесь есть, экспонат гранатомета. Много всего разного. Вещественные доказательства есть. То, что изымалось. Ради есть, даже самовары. Те же молотки есть. Те же топоры есть, допустим, которые были изъяты в ходе осмотров мест происшествий. В нашем музее также имеются мотоциклы, на котором служили сотрудники ДПС. Музей сам по себе существует для того, чтобы профориентировать подрастающее поколение, давать им какие-то напутствующие знания для дальнейшей жизни, чтобы они, увидев, какие у нас экспонаты, думали о дальнейшей службе в Органах внутренних дел. В честь профессионального праздника Дня сотрудника Органа внутренних дел по инициативе отдела МВД России по Инаульскому району был организован конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей». Детям сотрудников и ветеранов ОВД, а также учащимся школ города и района было предложено нарисовать, как они представляют работу полицейских. К приятному удивлению сотрудников полиции, участие в конкурсе приняли как старшеклассники, так и дешкалята. Поэтому было принято решение определять победителей в нескольких возрастных группах и в разных номинациях. Карандаши, фломастеры, пластилин – каждый ребенок выбрал свою технику. Так, с легкой руки юных художников на обычных листах бумаги появились интересные сюжеты о непростых буднях полицейских. В рамках оперативно-профилактических мероприятий «Полиция и дети» нами был объявлен конкурс творческих работ среди обучающихся образовательных учреждений города Инаул и Инаульского района. Отрадно то, что в данном конкурсе приняли участие не только ученики образовательных учреждений, но также воспитанники детского сада номер 7 «Колокольчик» города Инаул. И среди представленных работ воспитанников садика есть и победители. Участники подошли с большой ответственностью данному конкурсу. Среди представленных работ лучшими рисунками являются работы Филипповой Ангелины, обучающейся 9-го Б-класса лицея, Бутусовой Аделии, также она является обучающейся лицея, 2-й Б-класс. И среди самых юных участников данного конкурса является Хаирдинов Арсен. Ему всего 6 лет, руководитель Хаирдинова Айкуль Азатовна, воспитанник детского сада номер 7 города Инаул. Также хочется выделить победителей Ярулина Тамерлана, обучающегося 1-й школы 2-го Б-класса, Байчаева Ильнура, обучающегося 4-й школы 1-й Б-класс, Набиева Айдара, обучающегося лицея 4-й А-класс и Рахимова Урала, который является воспитанником детского сада номер 7 города Инаул, первой подготовительной группы, группы «Радужная». Всех победителей данного конкурса ждут призы и похвальные грамоты, а каждый участник, который предоставил работу на данный конкурс, ждет благодарственное письмо от отдела МВД России по Янаульскому району. Только за сутки 12 ноября на дорогах республики зарегистрировано 10 автомобильных аварий. 12 человек получили травмы, 1 человек погиб. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло и в нашем районе. 12 ноября текущего года примерно в 22 часа 30 минут на 27-м километре автодороги Нефтекамский-Инаул водитель 1998 года рождения, житель Янаульского района, двигаясь на автомобиле марки «Лада» 14-й модели со стороны города Янаул в сторону города Нефтекамска, при повороте не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с автомобилем марки «КамАЗ», водитель которого 1975 года рождения, житель города Нефтекамска. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины марки «Лада» 14-й модели скончался на месте до приезда скорой помощи. И это, пожалуй, все главные события уходящей недели. Впереди прогноз погоды. Берегите себя, оставайтесь с нами. Встретимся сразу после выходных. 15 ноября ожидается ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный 1,3 м в секунду. Атмосферное давление 769 мм ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 12, минус 14, днем минус 11, минус 13 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода без существенных осадков. Ветер переменных направлений 0,5 м в секунду. Температура воздуха ночью минус 13, минус 18, местами до минус 20, минус 25 градусов, днем минус 8, минус 13 градусов. Дети берут пример со взрослых и все повторяют за вами. Ваша задача сделать так, чтобы они повторяли правильные вещи. Например, чаще мыли руки, надевали маску в общественных местах, чихали и кашляли в локоть, и защищались от чихов других, соблюдали дистанцию. Чем больше правильных вещей дети будут повторять за вами, тем в большей безопасности они будут. Будьте хорошим примером и будьте здоровы! Каждый день тысячи врачей спасают жизни людей. В период пандемии эти герои находятся на передовой и бьются за каждого человека. Заплатите налоги вовремя, чтобы врачи получили зарплату вовремя. Куда без маски? Живей, я кому сказала? Итак, за тебя опаздываем. Еще раз меня из-за тебя в школу вызовут. И в кого ты такой пошел? Ну купи! В классе уже у всех есть! У тебя же на прошлой неделе зарплата была. Хочу новый телефон. Специалисты телефона доверия окажут психологическую помощь родителям и их детям. Воспитывать сложно. Позвонить легко. Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-528-71. Янаульскому телевидению требуется главный инженер. Телефоны 50402-599-95. Отделом МВД России по Янаульскому району за совершение преступления разыскивается. Исмогилова Эльвира Рамазановна 1984 года рождения. Проживающая по адресу город Янаул, улица Якутова, дом 12, квартира 8. Приметы. На вид 36-38 лет. Рост около 170 сантиметров. Худощалово телосложение. Лицо овальное. Волосы светлые. Длина волос до плеч. Глаза карии. Основание носа горизонтальное. Подбородок прямой. В случае наличия информации звонить 8 347 60 549 14 8 937 788 65 90.